Даниил Гранин, известный писатель, сценарист, общественный деятель, имеет множество наград и премий правительства, звание почётного гражданина Санкт-Петербурга. Широкая популярность пришла к нему после выпуска книг «Зубр. Это странная жизнь», «Блокадная книга» и другие. Книги писателя Даниила Гранина любят уже несколько поколений читателей. И это неудивительно, потому что они близки многим из нас. Его герои — простые люди со своими маленькими проблемами и радостями, которые ищут собственный путь и противостоят соблазнам. Родился Даниил Герман Гранин, его творческий псевдоним, 1 января 1919 года. В разных источниках значатся противоречивые сведения о его месте рождения. По одним данным, это произошло в городе Вольск Саратовской области. Другие данные свидетельствуют, что его родина — село Волынь, Курской области. Отца звали Александр Герман. Он долгие годы трудился лесником, поэтому семья часто переезжала с места на место. Маму писателя звали Анна Бакировна. Она была младше мужа на два десятка лет. Санималась домом и детьми. Даниил всегда говорил, что у них была идеальная семья, основанная на любви и уважении. Мама имела отличный голос и часто пела сыну любимые романсы. Ранние годы Даниила прошли в деревне. Но вскоре отец получил новое назначение, и они переехали в Ленинград. Больше всех радовалась мама Даниила. Она откровенно скучала в селе. Мальчик тоже был в восторге от таких перемен. Город ему очень нравился. Но счастье длилось недолго. Отца арестовали и отправили в сибирскую ссылку. Матери пришлось найти работы. И теперь она была единственным кормильцем в семье. После окончания школы он стал студентом Политехнического института, диплом об окончании которого получил в 1941 году, перед началом войны. Однако диплом инженера-электрика ему так и не понадобился. Биография его круто изменилась, и будущий писатель отправился на фронт. Вначале его отправили на Прибалтийский фронт. Потом был Ленинградский фронт. Пехота, танковые войска, награждения боевыми орденами. Победу Гранин встретил в Восточной Пруссии. На тот момент он уже успел стать командиром танковой роты. Он не делился своими воспоминаниями о войне ни с кем, и даже не собирался писать об этом. После победы Даниил продолжил учебу в аспирантуре, нашел себе работу в Ленэнерго. Впервые Гранин попробовал свои силы в писательском деле еще в конце 30-х годов. Его рассказы «Родина» и «Возвращение рульяка» напечатал журнал «Резец» в 1937 году. Но настоящая творческая биография писателя началась в 1949 году, когда он опубликовал свой рассказ под названием «Вариант второй». Именно тогда он взял себе творческий псевдоним Гранин и сделал это по личной просьбе однофамильца Юрия Германа, который к тому времени уже был известным прозаиком. В 1951 году Даниил напечатал два романа «Ярослав Домбровский» и «Спор через океан». Но они не принесли ему широкой известности. Популярность пришла к нему в 1955 году, когда Гранин представил на суд читателей свое новое детище – роман «Искатели». Главный герой романа – учелый Андрей Лобанов, увлеченный своим делом, но вынужденный тратить силы на борьбу с бюрократической машиной. Героями произведений Гранина еще не раз становились аспиранты, ученые, изобретатели и их отношения с начальством. Именно на эту тему написаны книги «Неизвестный человек», «Иду на грозу», «Кто-то должен», «Собственное мнение». Одновременно с этим писатель работает и над историческими произведениями. Повесть об одном ученом и одном императоре, размышления перед портретом которого нет. Даниил Гранин очень интересовался биографиями талантливых современников. Он написал повесть «Эта странная жизнь» о биологе Александре Любищеве. Потом вышла его книга «Зубр», где главный герой – генетик Николай Тимофеев, «Рисовский» и роман под названием «Выбор цели» о физике Игоре Курчатове. В 1994 Гранин выпустил роман «Бегство в Россию», в котором снова поднимает тему ученых. Но на этот раз писатель изменил жанр и написал не биографию, а приключенческий детектив. Военная тема занимает отдельное место в творчестве писателя. Самыми выдающимися произведениями автора стал сборник рассказов, получивший название «Еще заметен след» и книга «Блокадная книга», которую Гранин написал в соавторстве с Алексеем Адамовичем. В основу этого произведения легли документальные источники записи людей, переживших блокаду, и воспоминания фронтовиков. Есть у Гранина еще несколько документальных произведений, написанных в виде очерков и рассказов «Сад камней» и «Неожиданное утро». В них воспоминания о посещении Австралии, Японии и нескольких европейских стран. Последние годы своей жизни писатель посвятил мемуарам. Именно в этом жанре вышли его книги «Причуды моей памяти», «Мой лейтенант». Все было совсем не так, которые напечатали уже в новом веке. В 2013 году писатель переиздал свою блокадную книгу. В качестве дополнения к ней использованы фотографии военной поры, которые предоставил Петербургский исторический музей, а также личные фото, хранившиеся у Гранина. В 2014 году писатель выступил в немецком Бундестаге. Его пригласили на вечер, посвященный 70-й годовщине освобождения концлагеря Освенцем и памяти жертв фашистского режима. Слушатели даже не пытались сдерживать слезы. Настолько эмоционально выступал Даниил Гранин. Ему аплодировали стоя. Несколько произведений Гранина стали основой для сценария художественным картинам. В 1957 режиссер Михаил Шапира экранизировал роман «Искатели». Спустя несколько лет на суд зрителей были представлены картины «Дождь в чужем городе», «Выбор цели», «После свадьбы», также снятые по мотивам произведений Даниила Гранина. Продолжение следует...